Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём, и в этом ролике мы поговорим о биологическом детском микроскопе Bresser Junior 40640. Поехали! Итак, друзья, прежде чем мы начнем, хотел бы напомнить, что на нашем канале вы найдете достаточно обширную библиотеку различных видеороликов, посвященных оптической тематике. Это как обзоры отдельных приборов, биноклей, микроскопов, монокуляров, зрительных труб и телескопов, так и общие информационные ролики на теме астрономии, микроскопии и в целом оптической техники. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых материалов на нашем канале. Также не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидку на покупки в интернет-магазине Observer-msk.ru. Приобретайте оптику с Observer по самым выгодным ценам. И опять же, в описании под видео вы найдете ссылку на наш инстаграм-аккаунт. Переходите, изучайте фотографии и статьи, я думаю, вам будет интересно. Итак, выбор детского биологического микроскопа это всегда не самое легкое занятие, так как при покупке инструмента для любознательного ребенка важно не ошибиться с выбором и приобрести не просто игрушку, но и действительно достойный прибор, который сможет погрузить ваше чадо в удивительный мир микроскопии. Именно к такой категории и относится модель из нашего сегодняшнего обзора, микроскоп от немецкого бренда Bresser, а именно Junior 40640. Не будем более тянуть, переместимся к нему поближе и расскажем об этом замечательном приборе поподробнее. Микроскоп Bresser Junior 40640 представляет собой классический прибор, ориентированный на детей дошкольного возраста. Яркая оранжевая расцветка, легкий пластиковый корпус, простая механика и качественные безопасные линзы из акрила. Все, что требуется ребенку для начала ознакомления с миром микроскопии. Возможностей модели вполне хватает для изучения мелких насекомых, растительных и животных тканей, клеток, одноклеточных организмов, а также различных прозрачных плоских материалов. Важно понимать, что микроскоп является биологическим и ориентирован в первую очередь на наблюдение прозрачных образцов, что называется на просвет, то есть в проходящем свете. Поэтому стоит учесть, что различные бытовые предметы, монеты, минералы с плотной непрозрачной текстурой и так далее в этот микроскоп изучить, к сожалению, не получится. Комплектация модели включает только самые базовые необходимые для работы аксессуары, инструкцию по эксплуатации, резиновый наглазник для удобства использования окуляра и комплект из трех батареек формата 2А. Последние устанавливаются в отсек, расположенный в нижней части корпуса микроскопа и требуются для обеспечения работы светодиодного осветителя с возможностью регулировки яркости для тонкой настройки под любой тип образца. Прибор оснащен предметным столиком с простейшими металлическими зажимами для фиксации стекла с исследуемым препаратом, а также встроенный револьверной диафрагмой, диском с отверстиями разного диаметра для корректировки размера светового потока, поступающего от осветителя на образец. Фокусировка осуществляется ручкой расположенной на штативе микроскопа, которая перемещает предметный столик вверх и вниз относительно объективов, тем самым позволяя расположить препарат на необходимом от них расстоянии. Микроскоп имеет три несъемных объектива с различной кратностью 4, 10 и 40 крат на револьверном устройстве, благодаря которому можно быстро переключаться между линзами и соответственно менять увеличение. Окуляр модели является панкратическим, проще говоря с функцией зум и позволяет менять увеличение в пределах от 10 до 16 крат. Напомним, что общее увеличение системы микроскопа высчитывается путем перемножения показателей используемого объектива и окуляра. Таким образом, с прибором Bresser Junior доступны три различных диапазона кратностей 40, 64, 100, 160 и 400, 640 крат, чего, как мы и говорили ранее, хватает для весьма широкого круга задач. Пора перейти к практическому тестированию. В нем нам поможет набор готовых микропрепаратов Levenhuk N20NG. Подобные наборы удобны тем, что вы сразу получаете доступ к качественным образцам для изучения, профессионально подготовленным, окрашенным и закрепленным, без необходимости проведения всех указанных манипуляций самостоятельно. Но и на этот случай в нем содержатся чистые предметные и покровные стекла для погружения в эксперименты своими силами. Первый образец, на который мы посмотрим, голова мушки дрозофилы на увеличении 64 крата. Несмотря на то, что съемка камеры через окуляр микроскопа ухудшает общее качество картинки по сравнению с тем, что можно увидеть при непосредственном наблюдении глазами, мы можем в подробностях наблюдать все детали строения насекомого. Хоботок, фасетчатый глаз, антенны и лапки. Стоит отметить, что акриловая оптика, конечно же, уступает стеклянной, однако в данной модели она реализована максимально качественно. Прибор действительно позволяет проводить большой диапазон работ, в чем значительно опережает многие детские микроскопы, более относящиеся к категории игрушек. Следующий образец, кровь лягушки. На увеличение 160 крат становится различимо строение мазка с четким разделением на отдельные кровяные тельца. На значении кратности 640 можно чуть детальнее рассмотреть форму эритроцитов. На некоторых из них видно характерную выемку, расположенную в центре клетки. А так в микроскоп выглядит гистологический препарат. Срез поперечно-полосатых мышц, образующих скелетную мускулатуру животных и человека. Прекрасно различимы отдельные пучки сократительных волокон с мелкими темно-синими точками, клеточными ядрами. Что ж, друзья, как мы с вами убедились в ходе сегодняшнего обзора и теста, модель Bresser Junior 4640 – это действительно достойный внимания микроскоп, который прекрасно подойдет в качестве первого инструмента для любознательного ребенка дошкольного или младшего школьного возраста. Его возможности позволяют наблюдать достаточно широкий диапазон различных биологических образцов. Это мелкие насекомые, растительные и животные ткани, отдельные клетки и одноклеточные организмы. В целом, это именно то, что нужно любознательному ребенку, который хочет глубже изучать биологию и микроскопию. Что ж, друзья, я надеюсь, вам было интересно. Обязательно ставьте лайк данному видео, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку и колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. Если у вас остались какие-то вопросы или пожелания по тематикам будущих видео, оставляйте все это в комментариях, давайте общаться и делиться информацией. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока! Подписывайтесь на наш канал!